Двигаться вперед сквозь время и обстоятельства. Меня поддерживает тепло семьи и дома. Альтопрофиль. Создаем тепло и уют вашего дома. Добрый день, дорогие друзья. Хотел показать, как можно собирать гипсокартон, какие есть для этого, какие способы есть, какой подход для того, чтобы достичь наилучшего результата. Я разбил таких 13 пунктов для этого. Особенно это касается углов, потому что углы чаще всего подвергаются более жесткой критике, потому что где-то что-то приподнялось. Потом приходят штукатуры, шпаклевщики, маляры и бракуют всю работу. Некоторые моменты, которые помогут. Первое. Как мы обрабатываем кромку? О чем идет речь? Это идет речь о срезанной части гипсокартона. Когда мы ее проходим рубанком, у нас образуется бумажный свес. Это и снизу, и сверху. То есть, если мы его не срезаем, если мы от него не избавляемся, он может добавлять толщину. Когда мы прислоняем гипсокартон, прижимаем, в этом месте может быть бугор. То есть, он не заметен из-за того, что это нижняя часть кромки. Но когда мы прижимаем саморезом, прикручиваем, в этом месте может он чуть-чуть оттопыривать и ломать плоскость. Вот такой момент. То есть, мелочь, но она прибавляет, делает неровно картину, несмотря на то, что мы ровно прикрутили профиль. Второй момент. Обращать внимание на периметр. О чем идет речь? Речь идет о периметре, которая стеновая часть. Потому что часто бывает, например, здесь профиль чуть-чуть выше, чем этот, допустим. Или может гипсокартон сломался, или еще что-то. То есть, периметр, он более уязвимый в этом плане. И когда мы крутим дальше гипсокартон, у нас, например, вот эта часть выше, чем основная. Соответственно, мы когда начинаем клеить уголки, у нас получается в середине ямка. Здесь торчит. То есть, обязательно, когда правило ставьте, ставите и проверяйте, обязательно ставьте на периметр, чтобы смотреть вот эту плоскость относительно периметра, чтобы ровная линия была. Потому что часто, когда мы этим пренебрегаем, когда все собираем, у нас получается, потом приходится накидывать слой уже на весь уголок, чтобы подравняться с периметром. Потому что чаще всего периметр выше, чем основной угол. Следующий момент – это нужно стараться крутить саморезы перпендикулярно. Это понятно, что, во-первых, по технологии, потому что саморез лучше держит, когда он перпендикулярно закручен, что он прорывает равномерно гипсокартон, делается заподлицу, это правильно. А второй момент, самый главный, когда мы крутим в профиль, если мы наискосок производим закручивание, у нас может опуститься полочка или, наоборот, приподняться. Это происходит незаметно. То есть, в момент закручивания это приподнятие происходит или опускание. Поэтому чаще всего именно в момент закручивания происходят вот эти смещения. Поэтому чем перпендикулярнее вы держите шуруповерт, то есть без наклонов, тем ровнее вы закрутите, соответственно, будет без искажения у вас идти плоскость. Такая, как вы и хотели изначально. Вот, еще, вот как обратите внимание, здесь у меня есть листы желательно прикручивать фасками. Вот я здесь везде использовал фаски вверх. Вот, это дополнительный ориентир, дополнительный ориентир плоскости. То есть, вы видите, что у вас верхняя полочка не поднялась и не опустилась. То есть, это как дополнительное вам подспорье для плоскости. То есть, можно было развернуть фаску вниз, а здесь срезанная часть, но тогда у вас нет ориентира. Тогда вам пришлось бы ставить правило и бы правило все уравнять. Вот, здесь вам дополнительно это является для вас помощью. То есть, это намного удобнее и намного ровнее получается. Дальше. Также крутить нужно прихватами. Что это такое прихваты? То есть, когда вот мы лист прикручиваем, обратите внимание, он у меня весь не прокручен, а прокручен такими прихватами. Здесь точка, здесь точка, то есть вот здесь точка. Вот, то есть мы ставим сверху правило дополнительно. Дополнительно фиксируем в трех местах, потом дополнительно еще между ними. И потом пошли все прокручивать. Вот, потому что если мы начнем с одной стороны крутить, у нас может быть как раз о чем я говорил, когда мы будем крутить саморез, немного приподнимет полочку, и мы уже всю плоскость уже будем задрано крутить. Так мы, получается, сразу фиксируем всю линию ровно, а потом уже между ними уже вот это поднятие уже практически не происходит. Даже если мы нечаянно смещаем шуруповерт наискосок, то если вот по такой методике делать, то вот этого смещения не будет. То есть крутить и прихватывать. Вот, еще такой момент, это не прокручивать саморез. Но это понятно, потому что когда вот здесь есть такие места у меня прокрученные. Вот, когда происходит вот такое прокручивание, то есть получается у нас с той стороны образуется небольшой бугор. То есть в этом месте гипсокартон приподнимается. Потому что когда мы прорываем гипсокартон, с той стороны он наискосок прорывается и приподнимает вот эту часть гипсокартона. вот поэтому в этом месте может быть то есть бугор поэтому если вы будете прорывать то соответственно будет отходить и здесь будет неровности уже то есть старайтесь избегать таких моментов вот дальше проверяйте соединение профилей это имею то есть имеется ввиду где у вас стыкуется профиль например закончился новый и по самое уязвимое это где соединяются они потому что если мы там не будем проверять когда обкручиваем саморезами то в этом месте может быть либо ямка либо бугор вот поэтому нужно когда мы стыкуем два профиля речь идет о таких профилях когда мы формируем поверхность нужно обязательно прислонить правило и проверить в плоскости именно стык все это самое уязвимое место поэтому не лишним будет проверить вот еще такой момент что когда мы отрезаем гипсокартон лучше отрезать чуть меньше чем чуть больше то есть не имейте такую привычку прошпилить вот потому что лучше чуть чуть-чуть приподнять в данном случае обратите внимание у меня чуть чуть меньше у меня везде чуть чуть меньше на вот для чего это надо когда цепляем уголок нам ничего не мешает то есть у нас еще есть место чуть-чуть для шпаклевки вот если мы делаем чуть больше мы мучаемся то есть лучше чуть меньше такое золотое правило вот которая поможет какие-то моменты когда шпаклюем исправлять вот еще когда мы отрезаем листы лучше отрезать их вот как я уже сказал чуть меньше то есть на 2 миллиметра прям за правило взять то есть померили размер обязательно не надо впритык гнать то есть обрезайте чуть меньше вот и еще такой момент когда мы стыкуем листы листы с заводскими стыками обратите внимание у здесь здесь заводские стыки то есть вот заводской стык там у меня листы все заводскими стыками идут это еще раз дает вам картину ровности то есть сверху вас заводская фаска и здесь стык заводской то есть линии у вас продолжается ровная это лишний раз показывает насколько ровно у вас верхняя полочка то есть дополнительный ориентир вот к тому же у вас здесь все получается четко вам не надо не расшпилить ничего то есть вы как одну линию задаете только подрезайте низ неровность пола допустим здесь у вас должна быть идеальная линия соответственно все фаски у вас стыкуются тоже под идеальной линии возьмите за правило подгонять листы и заводскими фасками потом когда мы закручиваем саморез вот возможно вы чуть-чуть сместили вверх или вниз вот как я говорил под наискосок оси крутите вот как можно проверить нужно убрать натяжение самореза то есть как это происходит вы берете включаете реверс откручиваете саморез и смотрите если вы где-то передавили то у вас полочка сыграет либо вверх либо вниз таким образом вы ослабили посмотрели как надо еще раз закрутили то есть это особенно касается когда вы выставляете вот основные саморезы прокручиваете вот их обязательно проверяйте натяжение чтобы они сыграла ни вверх ни вниз то есть убирать убирайте напряжение саморезов вот и самое главное что мы используем для выставления плоскости какой мы используем правило вот не секрет если я скажу что часто правило бывает кривыми то есть то правило по которому мы проверяем допустим плоскость вот либо это может быть жало либо внутренняя часть она может быть кривым то есть нужно во первых найти хорошее правило потому что часто бывало даже например монтаж делали по одному правило заказчик приходил проверял и браковал всю работу из-за того что правило кривое у того кто выставляет поэтому обязательно правило должно быть только для монтажа не надо его использовать для малярных работ для штукатурных потому что когда мы используем его для малярных работ у него стачивается во-первых жало стоит также неровным она получается из-за того что мы давим когда штукатурим она со временем деформируется поэтому когда мы используем так вот такое правило для выставления это не совсем правильно конечно бывает исключение но лучше если вы хотите добиться идеального эффекта лучше использовать отдельное правило которое чтобы никто не трогал она была как эталон для выставления вот принципе какие основные моменты которые я перечислил надеюсь кому-то будет полезным может кто-то еще раз для себя напомнит вот чтобы в дальнейшем получался наилучший результат при монтаже гипсокартона какие то вопросы остались пишите в комментариях на этом все до новых встреч